Прощай, милый, до свидания, Ох, не забудь в моем родании. Олеся Белякова увлекается вокалом с детства. А несколько лет назад она поняла, что именно пение со сцены – ее призвание и дело всей жизни. Пением я занимаюсь более восьми лет, начиная со второго класса. Это была в основном моя инициатива, потому что с детства я очень сильно любила петь, прям невыносимо сильно, и мама решила дать меня в детскую школу скуз. Артистизм и пластика, музыкальный слух и хорошо поставленный голос. Скромность и целеустремленность. Педагоги уверяют, таким способностям и характеру можно только позавидовать. Мы с Олесей с 2018 года занимались профессионально постановкой голоса, занимались также активно с ансамблем «Карусель» и вели концертную деятельность. Также выступали на различных конкурсах областных, региональных, всероссийских. Как солистка Олеся проявила себя, можно сказать, сразу поступив на наше отделение. Она была и есть, ярким голосом обладает, артистично, очень пластично в народных танцах. В общем, яркая, зажигательная артистка. За плечами у девушки множество городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов. В год в среднем копилка наград юной артистки пополняется на 25-30 дипломов. Но и это не предел. Уже в апреле в Красноярске состоятся «Дельфийские игры-2022». Это комплексные соревнования молодых деятелей искусства, высокого уровня мастерства, востребованные в современных условиях. На этих играх берчанка Олеся Белякова будет представлять родной город и Новосибирскую область. Я прошла первый отборочный тур и второй, исполнив в первом туре три песни, а во втором две. Во втором туре я исполнила песню «Узорита узоринки» и Геннадия Заволокина «Говорят, что я горда». Отборочные туры позади. Казалось бы, можно расслабиться. Но Олеся упорно занимается. Она нацелена на победу. Ведь меньше, чем через месяц ее встретят Красноярск и «Дельфийские игры». Редактор субтитров А.Семкин